Установление советской власти в центре и на местах породило вооруженное сопротивление свернутых эксплуататорских классов. Гражданская война была продолжением борьбы за власть, поэтому определение четких границ между самой революцией и гражданской войной имеет очень условный характер. Вместе с тем, в первой половине 1918 года вооруженная борьба не была всеобъемлющей и проявлялась в ограниченных рамках. Кровопролитная непримиримая война началась во второй половине 1918 года и продолжалась вплоть до конца 1920-го. В Туркестане, в том числе и в Кыргызстане, эта война проходила с особым ожесточением и имела свои отличительные особенности. Летом 1918 года в результате целенаправленной деятельности империалистических держав гражданская война приобрела широкий размах. Объединившиеся с белогвардейцами интервенты Англии, Франции, США и Японии начали открытые военные действия с целью свержения советской власти. Основной их ударной силой стал сформированный еще до революции Чехословацкий корпус, состоящий из Чехов и Словахов. Численность мятежного корпуса достигала 40 тысяч человек. Захват атаматом Дутовым 3 июля 1918 года города Оренбурга отрезал Туркестан от центральной России. Для разгрома контрреволюционных сил в Туркестане в июле 1918 года были образованы Актюбинские, Закаспийские и Семереченские фронты. Военными действиями руководил Туркестанский штаб обороны, фронтами Революционный военный совет Туркестанской республики. Был также назначен главнокомандующий. Особое внимание было уделено формированию новых частей Красной Армии. На юге Кыргызстана гражданская война была направлена в основном на борьбу с басмачеством. Басмачество, первоначально возникшее как разновидность национально-освободительной борьбы местного населения, в действительности было реакционным движением. Силой своей многочисленности оседлое население в Южном Кыргызстане было расположено очень плотно. В соответствии с уровнем развития производительных сил, оно разделялось на несколько социальных слоев. Рвущиеся к власти местные могачи, недавно народившаяся буржуазия, верхушка мусульманского духовенства, были основной движущей силой басмачества. Неверная антирелигиозная политика большевиков, преследование духовенства вызывали раздражение у некоторой части народных масс. Контрреволюционные силы умело использовали в своих интересах стремление народа к национальной независимости и отстаивание своих религиозных убеждений. Вооруженные силы басмачей в основном состояли из обманутых или запуганных дихкан. Идейные вдохновители басмачества, служители религии, прикрываясь различными догматами шариата, вели активную контрреволюционную пропаганду, вводя темных людей в заблуждение. Толчком к переходу некоторых дихкан на сторону басмачей послужила и введенная советской властью политика военного коммунизма, по которой у крестьян изымались все излишки скота и зерна. Басмачество нельзя рассматривать односторонне, только как националистическое движение, возглавляемое реакционными феодалами и махровой буржуазией. Контрреволюцию, в том числе и басмачество, поддерживали и возглавляли империалистические страны, в первую очередь Англия. Басмаческим движением, широко распространившимся в Южном Кыргызстане, руководили такие курбаши, как Калхожо, Мадаминбек, Мойдунбек, Эргеш, Рахманкул, Кюрширмат, Аман Павлан и другие. Они фактически подчинялись белогвардейским офицерам и иностранным интервентам. Оборона советской власти. Для защиты советской власти в Туркестане, в том числе и в Кыргызстане, Центральный исполнительный комитет Туркестанской АССР 10 июля 1918 года принял решение, постановление и организовал штаб обороны. Особое внимание уделялось привлечению к делу обороны местного населения. В результате началось массовое вступление добровольцев в Красную армию. В Кыргызстане одними из первых красноармейцами стали такие кыргызские джигиты, как Авдрахманов, Баилинов, Каралаев, Садаев, Токбаев. В ходе гражданской войны из их рядов выдвинулись боевые командиры Лагвиненко, Османбеков, Садаев, Кучуков, Масанчин. Первые вооруженные столкновения красноармейцев Кыргызстана с внутренними контрреволюционными силами произошли верным летом 1918 года. Вызванный на помощь красноармейский отряд кыргызстанцев проявил решительность и высокую боевую выучку при подавлении русского казачьего контрреволюционного мятежа. В сентябре 1918 года в Пешпеке был создан отряд, насчитывавший 250 красноармейцев и отправлен на Семереченский фронт. Позднее отряд преобразован в 1-й пешпекский советский полк. Командовал полком большевик Лагвиненко. Сильные отряды Красной Армии были созданы в Токмоке, Прижевальске, Нарыне, Аше, Джалабаде, Хозлкие. Несмотря на предпринятые конкретные меры, на юге Кыргызстана продолжали бесчисловать басмачинские банды. Они грабили кишлаки и аилы, сожгли несколько русских сел. Для борьбы с басмачами из Дихкан, Андижанского и Ожского уездов была создана так называемая крестьянская армия. Однако пробравшийся в нее белогвардейский офицер Монстров и бывший царский генерал Муханов своими подрывными действиями и агитацией добились того, что летом 1919 года эта армия выступила против советской власти. 7 декабря 1918 года в селе Беловодском контрреволюционеры под руководством левых эсеров подняли мятеж. Советская власть была свергнута, а ее представители повешены. 14 декабря мятежники атаковали Пешпек и овладели его западной частью. К мятежникам примкнули крестьяне-переселенцы из села Соколук, Караболта, Садовая, Александровка и другие. Для подавления мятежа со всех районов северного Кыргызстана двинулись отряды Красной армии. С Семереченского фронта на помощь отозвали знаменитый 1-й пешпекский полк. Преодолев маршем за 9 суток 600 километров, полк 22 декабря прибыл в Пешпек, а 23 декабря объединенные силы красноармейцев нанесли по восставшим сокрушительный удар и заняли село Беловодское. 29 декабря уезд был очищен от контрреволюционеров. Красноармейцы, погибшие в этих боях, похоронены в Дубовом парке Бешкека. В июле 1919 года белогвардейский отряд ворвался в Прижвальский уезд, занял село Тюб. К нему тут же присоединились богатые крестьяне-переселенцы из сел Николаевка, Покровка, Михайловка, Семеновка. 20 июля белогвардейцы при поддержке мятежных крестьян предприняли штурм города Прижвальска. Целую неделю до подхода красных отрядов из Верного и Токмака стойко оборонялись жители города. 26-27 июля объединенные силы красноармейцев нанесли захватчикам сокрушительный удар. Остатки банды и ее активные организаторы бежали в Китай. Для укрепления советской власти в Туркестане правительство 14 августа 1919 года организовало Туркестанский фронт. Командующим был назначен наш земляк Михаил Васильевич Фрунзе. Все воинские силы Туркестанской республики вошли в его подчинение. После упорных боев с белогвардейскими силами части Красной армии в сентябре 1919 года соединились с туркестанскими войсками. Связь между Ташкентом и Россией была восстановлена. В феврале 1920 года по приказу Фрунзе из казахов и кыргызов Джетусу была образована особая киргизская кавалерийская бригада. В Токмокском уезде до этого в декабре 1919 года действовал Дунганский кавалерийский полк под командованием Масанчины. На Манганском уезде Османбеков организовал отряд кыргызских добровольцев. Образование национальных частей сыграло в гражданской войне особую роль. Доверие местного населения к советской власти значительно повысилось. В сентябре 1919 года командир крестьянской армии монстров и курбаши Мадаминбек заключили союз о создании автономного правительства. 8 сентября их объединенные силы заняли город Ош, а 17 сентября осадили Андижан. Пришедшие на помощь горожанам отряды Красной армии в конце сентября нанесли вооруженным силам Монстрова и Мадаминбека сокрушительное поражение. Остатки их войск отошли к Гульче, где они создали временное ферганское правительство. В октябре 1919 года Мадаминбек созвал курбашенное совещание, на котором его объявили ханом. После нескольких вооруженных столкновений Монстров 17 января попал в плен. Чувствуя неизбежность поражения, Мадаминбек 6 марта вышел на переговоры и признал советскую власть. В начале 1920 года Антанта предприняла еще один поход против советской власти. Войска Польши, объединившись с силами Врангеля, в мае напали на Украину. Готовился и новый поход на Туркестан. Главнокомандующий туркестанскими войсками Михаил Фрунзе 7 мая 1920 года отдал приказ о мобилизации в Красную Армию местного населения в возрасте от 19 до 35 лет в количестве 30 тысяч человек. Это первая в истории народов Центральной Азии широкомасштабная мобилизация была проведена успешно. Остатки внешней и внутренней контрреволюции, оправившись после поражения, начали сосредотачивать силы на окраинах страны для последних попыток дестабилизировать власть. Такой мэйтеж был предпринят в ноябре 1920 года в долине Атбаши. Возглавили его бывший офицер Кирьянов и торговец Бондарев. Опираясь на поддержку местных баев и манапов, они совершили в Нарыне контрреволюционный переворот и взяли в плен командование дислоцированного там 23-го полка. Советские руководители были убиты, 47 партийных и советских работников арестованы. Были восстановлены царские порядки и начата подготовка к походу на Токмок и Пешпек с целью захвата власти во всем Джетесу. Отряды Красной Армии встретили мятежников на подступах к Кочкору. После ожесточенного сражения 16 ноября враг был разгромлен, а Кирьянов взят в плен. Остатки мятежников бежали в Китай. К концу ноября Нарынский уезд был полностью очищен от контрреволюционеров. Советская власть восстановлена. Таким образом, гражданская война в конце 1920 года в Кыргызстане была завершена. Редактор субтитров А.Семкин